Музыка Музыка, наверное, самая удивительная и прекрасная из всего, что создал человек. Абсолютно все народы мира творили и продолжают по сей день создавать различные мелодии. Каждый человек вырос в определенной национальной культуре. С рождения он слышит звуки своего народа. А взрослее люди сами определяются со своими музыкальными вкусами. Иногда настолько оригинальными, что посторонним это сложно понять и принять. И каждый человек рано или поздно находит свою мелодию души, которая созвучна его природе, его мыслям. Ну а психологическое воздействие музыки на человека — это вообще необъяснимый феномен. Я распахну врата души, когда есть музыки звучания. И к совершенству пусть спешит струны натянутой дрожания, Вибрации нежный монолог, полет души, как птица в стае. С прекрасным чувством диалог, миг высшей точки пусть настанет. Хамус — это ключ. Он даже по форме похож на ключ. Это ключ, наверное, от всех ворот. Это ключ от души, в принципе, каждого человека, наверное. Это слишком древнее. И почему он так трогает людей? Потому что он опять-таки, я считаю, вот этим своим ключом открывает какой-то генный код. Потому что люди еще говорить не умели, но они уже на варгане бренькали. Не знаю, вот первобытные люди там, может, на пне играли, не знаю, на ветке с дерева уже что-то изображали. И поэтому это больше, чем музыка. Ну, меня это привлекало в первую очередь своей самобытностью, оригинальностью. Просто якутская культура очень богата, насыщена такой особенной какой-то красотой северной. Меня это очень привлекало. Конечно, по принципу извлечения звуков он не совсем сложен. Потому что задействованы, так сказать, только две вещи. Это вот горта, вот эта вот полость брюшна и рука. Но, знаете, сложнее всего, скорее всего, душевное восприятие. Нужно понять, это не просто так, что делаешь эти движения и звучит музыка. Это, прежде всего, духовная музыка. Это переход в какое-то другое состояние, что ли, в другой мир или в другую реальность. Сила гор в энергии. Каждый шаг от подножья к вершине рождает невероятный подъем духа и пробуждает волю к победам и достижениям. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Я играю в Махамусе, я несу культуру народа. Это не моя личная самодеятельность. Я не имею права делать какие-то неприемлемые вещи, и я должна соответствовать своему образу. Человека, несущего древнюю, архаичную и в каких-то моментах очень сакральную, в чём-то мистическую культуру. Ольга признаётся, что верит и в Бога, и в некий высший разум, и даже в то, что непостижимо для нашего разума в целом. При этом оговаривается, что верит по-своему, не придерживаясь общепринятых канонов. Верит наша героиня и в то, что мир устроен очень равновесно. Сколько сделает человек добра, столько его и получит от мира. Вот, будучи в Казахстане, я познакомилась с одним очень выдающимся человеком, Амир Ага. Ну, его, наверное, многие знают. Он не то чтобы экстрасенс какой-то, он просто целитель, это мудрый человек, такой сенсей, наставник. Он поднимает людей со дна многих. То есть он целитель признанный во всём мире. И когда я увидела его, вот этот диплом, о том, что он рыцарь Мальтийского ордена, там была написана фраза наверху, прям, ну вот, как такое главное, да, как заповедь. Было написано, путь не виден, иначе это не путь. Путь не слышен, иначе это не путь. Путь не имеет конца, но зато это путь бесконечности. И я взяла сейчас себе за основу это, да. Не надо никуда бежать, конца всё равно не будет. Это путь бесконечности. Не надо видеть этот путь, не надо его слышать, искать, определять для себя. Нет времени, нет пространства. Ты есть, и твоё ощущение, твоё сознание. Душа бессмертная, я всё равно в это верю. И путь никогда не закончится. И не надо выискивать себе вот этот путь. Ну я, по крайней мере, пока я сейчас так трактую. Кого-то Вселенная приводит к своему призванию через путь музыки. Кого-то через путь искусства. Так или иначе, но каждого сопровождает путь божественный. Мама нашей героини, чей путь не такой уж и лёгкий, не исключение. Я хожу в церковь, редко, но зайду, у меня сразу прошивают слёзы, наплачусь, встану под куполом, поплачу, поставлю свечи. Кому за здравие, кому за упокой, кому говорят, что положено, да? Увлеклась вот иконами, навышивала икон много, и бисерами, и крестиком. Очень легко шьётся икона. Святую матрёнушку, так прямо я за несколько дней. Для Веры Петровны увлечение вышивкой – ничто иное, как терапия. Это занятие успокаивает, умиротворяет, в конце концов лечит. Для её дочери хамус – это тоже своего рода терапия, только звукоизобразительная. Ольга говорит, что этот удивительный инструмент – как кисть с красками в руках художника. Но только рисуешь ты с помощью волшебных вибрирующих звуков, в которые можно вплести, как в национальный узор, всю красоту якутской природы. Волос священного хамуса сплотил народ и стал нам родным. И от столицы до улуса никто не должен быть один. Мы вместе смело идём вперёд, традиции и предков храня. Мы вместе сильный и дружный народ. Якутия, мы любим тебя. Все мы дети одной земли. Наша дружба свята, а вера крепка. Наполняем сердца светом доброй звезды. Якутия, нет из крайних снегов и волшебных цветов. Мы с тобой навсегда. Я и ты. Самое первое знакомство, как ни странно, произошло в этой квартире и в этой комнате. У нас соседи были, семья Петровых. Девочка моего возраста, Дина, мы дружили, общались. У них был хамус в семье. Мама в то время как раз занималась меховыми изделиями. Она шила шапки, шубы. И мы брали целые шкуры, лисиц, чернобурку, песец. Ну, это мы изображали, что мы якутяночки. И на хамусе вот так бренькали. То есть это первые были такие опыты игры. Но, конечно, я тогда не задумывалась об этом как о чем-то большом, серьезном. А уже в высшей школе музыки, повстречав Альбину Михайловну Дегтяреву и начиная посещать ее кружок хамуса, меня это вот все больше затягивало, затягивало. Вот эти эксперименты, которые мы ставили со звуками. То есть мы не просто играли на хамусе, а мы искали новые изучения, мы подражали звукам природы. То есть у нас можно было сказать не кружок хамуса, а прям лаборатория хамуса. И то есть настолько креативные люди собирались, вот дети, сама Альбина Михайловна, мы все вместе такие вещи делали, сотворение чего-то нового, поиска такой магии. Магия хамуса в его особой способности передавать всю палитру чувств через звук. В этом древнейшем инструменте человечества звучит голос предков, способный передавать картины природы и состояние души на непонятном человеку уровне, независимо от его национальности, пола и возраста. С чего все началось, вот этот поиск звуков, началось опять-таки с радио, вот этого, который на кухне висит. И вот там был звук моря, звук морских котиков, ветер. И я маме говорю, мам, смотри, я тоже так умею, как котик. Так вот делали там котики морские. И мама, ой, как смешно, говорит. И в тот момент я почувствовала свою гортань, что она у меня независима, что я могу управлять гортанью своей. На Пасху, по-моему, мы сидели там, яички она красила, она красиво рисует. Она разрисовывала яички. И опять же по радио девочка выступала где-то в деревне. И вот это курлыкани. Она говорит, ой, как красиво. Аж за душу берет. А она говорит, да ну я так умею. И тут же повторила. Там целый ансамбль Альбина Михайловна создавала. Детей мы там птичьи базары устраивали. Мы искали новые звуки природы. Мы послушивали даже на диктофоне, по-моему, звуки природы. И подражали им тут же. Все дети, то есть это делали, мы все искали. Это своеобразный был источник. Наверное, любимый звук это звук журавля, каталык, стерха. Потому что, во-первых, со стерхом очень много в жизни у меня связано. Для вас пела Ольга Подлужная. Это птица счастья, ведь мы знаем, что на нашей земле, в нашей традиции, один раз в жизни увидев танец белого стерха и услышав его пение, ты будешь счастлив на всю жизнь. И первый мой костюм, он был именно костюм стерха с крыльями. Мама мне сшила тогда. И, наверное, эти крылья по сей день меня несут по жизни и приносят удачу. И вот звук стерха, он, наверное, самый любимый, но он считается еще и самый сложный. Я смело могу сказать, это без доли там бахвальства или какой-то гордыни, что я единственный, наверное, но на данный момент, по крайней мере, кого я знаю, человек в мире, у которого во время изображения стерха голос делится на две ноты. На одном из концертов в Казахстане к Ольге подошли любители этномузыки из Германии. Они оказались врачами. Подметив ее уникальные голосовые возможности, они признались, что им, как ученым, было бы интересно понаблюдать за ней и за ее голосом, и даже написать об этом диссертацию. Однако на этот эксперимент Ольга не пошла. Так что чудеса, происходящие в ее гортане, для нее тоже являются загадкой. Вот. То есть это две ноты в конце, которые идут, хвост. Это физически сложно, но научить этому я не могу. То есть меня просят, научи, как ты это делаешь. То есть вот я сама не знаю, как это происходит. Но я чувствую, что это шевелится в горле. Вот эта вторая нота, она основную дергает как-то. Я не знаю. Было бы, наверное, очень интересно, там засунуть эндоскоп, да, в горло, камеру какую-то, и посмотреть, как связки работают в этот момент. Обычно изображают журавля в одну ноту. Просто там. Ну, вот так вот, да, допустим. А вот чтобы ушло деление. Я не знаю, как это делать. Подражание звукам и голосам животных, безусловно, связано с абсолютным слухом. Оно также граничит с понятием гениальности и совершенной музыкальной одаренности. Поэтому с уверенностью можно сказать, что наша героиня практически овладела языком животных. Не мудрено, что выучить чужой язык ей не составило никакого труда. Дело в том, что вот, например, приезжают дети из Улусов, и ни слова не знают по-русски, и русские дети, которые ни слова не знают по-якутски. Общаться-то хочется. Нужно же поговорить, нужно обсудить там какую-нибудь новость. И вот пытаются как-то друг другу объясняться. И дело в том, что потом получается так, что русский начинает понимать якутский язык, практически уже, ну, может не говорить, но понимает. А якутский ребенок начинает понимать русский язык. Ну, вообще взаимообмен идет, в общем. Где-то лет в 14 я уже полностью идеально все понимала. То есть для меня уже не было, ну, барьера в понимании. Само все шло само. И сейчас, в принципе, я уже достигла того уровня, когда я совершенно свободно говорю и думаю даже. Иногда я ловлю себя на мысли, что я думаю на якутском. Когда я куда-то выезжаю, и мысли вслух там бывают, я начинаю на якутском говорить. Наверное, это такой защитный, что ли, чтобы меня никто не понял, что я думаю и что я говорю. Потому что в мире не так уж много можно встретить саха и говорящих на якутском. И я, да, в поездках, я ловлю себя на мысли, что я так хоп, ой, оказывается, я думаю на якутском сейчас в этот момент. Субтитры создавал DimaTorzok Очень спокойно отнеслись к этому. И почему бы и нет, наоборот, мама за меня очень была рада. И она вообще меня всегда мотивировала к постоянному развитию, самосовершенствованию. И вообще, как сказал великий Гёте, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Поэтому никто никогда не препятствовал в изучении якутского, никакой ревности не было, ничего. Наоборот, хорошо. Мама даже иногда просила какие-то фразы её научить говорить, но как-то у них не срослось. Дома у нас вообще на украинском говорят. И я единственное говорю на русском, получается, дома. С украинскими у меня больше проблем, чем с якутским. На украинском я говорю со страшным акцентом. То есть украинцы меня бы не поняли. Они бы сказали, ой, говори ты лучше на своём, на якутском. И никто не верит, что я чистокровная украинка, что у меня даже нет русских кровей. То есть у нас испокон веков, из очень глубоких там украинских деревень идёт наш род. Но душа-то у меня якутская, получается всё равно смешение. Тело у меня украинская кровь, а душа во мне вложена на этой земле. Я родилась в Якутии, я родилась в Якутске. Душу я получила здесь, на месте, как говорится. Поэтому смешение всё равно есть. Поэтому я всё равно багный бун. У нас на Украине говорят, где пуп закопали, там твоя и родина. Ну вот, так и получилось. Мои подружки, когда я в министерстве мелиорации работала, вот, и я там одна была, не скажешь, русский паспорт, сама-то украинка, да? Вот, они пришли, вот тут коечка ещё стояла. Ну, мы же только обживались, только зашли в эту квартиру. Вот, и она это, моя подружка, посмотрела, да, говорит, наша якутка. Говорю, почему? Волосы длинные, чёрные, глазки такие тоже чёрные, узенькие. Говорит, наша якутка. Говорю, ну вот, Шура, ты накаркала. Мы 30 лет, вот, даже больше, поддерживаем отношения, хоть она уже на пенсии давно, я давно на пенсии. И Оля её называет Эбэшка. Наша Эбэшка. Говорят, что старость не радость, Я радую жизни, весне и цветам, зима в мою душу ещё не закралась, и радость и счастье желаю я вам. Вот такие душевные посиделки вместе с мамой, когда исполнялись любимые песни на каком-нибудь семейном празднике, спустя годы дали о себе знать. Они не только помогли сформировать её личность, но и предопределили судьбу, направив в нужное музыкальное русло. Да, я тогда маленькая была, я вообще не слышала о школе ничего. Мама услышала по радио и пришла ко мне, говорит, Оля, будешь музыкантом? Я вообще даже фортепиано в жизни не видела. Такая, давай. Всё-таки как-то спонтанно получалось. Мама такая, ну, она отвела меня на прослушивание, они тогда в училище проходили музыкально. Я такая боевая была, везде первая шла, ничего не боялась. И меня спрашивают, что ты умеешь делать? И первое, что я сказала, частушки, знаю. Они все засмеялись, комиссия, подкупила я их своей, наверное, ещё-то простотой, какой-то открытостью, бесстрашием. Никогда не была таким испуганным, каким-то затюканным ребёнком. Наоборот, всё вперёд, 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 такой маленький барашек. И спела я им частушку вот про Ваньку, про Рыжего, короче. Там были тексты, полюбила я его, чёрненького кажется, а он рыжая собака, гуталином мажется. И помню вот эти, притопывала, прихлопывала, ну, очень эмоциональный ребёнок. Всё, комиссия выпала, то, что рыжая собака. Потом я вот ещё Несегаля воду спела. Это, она грустная песня, но она показывает, в принципе, чувство ритма, можно там определить слух, есть ли у ребёнка. Я там напела, первый куплет, по-моему. Несегаля воду, коромы слогнеться, а за нею Иванку, як барвинок веця. А за нею Иванку, як барвинок веця. Это был, по-моему, декабрь или январь уже 94-го года. Мы заехали в канадскую деревню. Всё. Детей привезли. Первый день, разумеется, слёзы, истерика, где родители, почему нас тут оставили, за что мы, в чём не виноваты. Но потом это быстро всё отходит. Семь детей в коттедже. Весело. Воспитательница. И всё. Очень быстро влились в струю, как бы, и больше, как говорится, не было места для страдашек. Почти каждый день с папой ездили, возили покушать. Там же она не одна в коттедже была, и дети всегда ждали с нетерпением, когда Оля, мама приедет, привезёт что-нибудь вкусненькое. Да, дети за ней стадом ходили. Маленькие, из деревень, чушь, первоклашки, по шесть. Там некоторые по четыре годика, которые брали вот на скрипку, я знаю, как-то она лидер всегда за ней. Оля, Оля, Оля. Так начались суровые будни маленькой девочки в высшей школе музыки. Вскоре её бойкий характер и артистическая натура были замечены педагогами, которые настоятельно рекомендовали маме начать заняться сценическим гардеробом дочери, ведь совсем скоро Ольге предстояло выйти на большую сцену. Учительница по национальной культуре подошла ко мне и говорит, хотите, я с Олей поработаю, у неё голос такой хороший, я для неё уже даже туюк сочинила, что она девочка солнечной Украины, я говорю, с какой Украины, она же-то тут родилась, ну, всё равно, для людей это будет приятно послушать, я говорю, да ради Бога, пожалуйста, я с большим удовольствием, вот, и тут как раз дело к лету, окончание школы, и подо мной жила женщина, я там кое-что помогала ей, старенькая, и она это, подарила мне кусок ткани старой, старой, которой именно шили якутские платья, и вот я сшила шапку ей с такими лентами, ну, пришлось там в книгах порыться, хоть приблизительно что-то, ну, вышел шикарный наряд, она там ходила по деревне, вся сияла, и природа такая была красивая, и она красивая в этом наряде, махонькая, ещё первый класс, 7 лет. Возьму тебя в свои ладони, губам горячим приложу, и лёгким вдохом мир гармонии в одну секунду разбужу. Ты пой в ночи сиянием лунным, играй на струнах диких трав, звучи реки потоком шумным, весь мир в себя за миг впитав. Ты покажи мне цвет весенний, ты нарисуй мне лето зной, и буйство красок в день осенний, и дивный снега блеск зимой. Ты пой, хамус, и ты узнаешь, что там в душе моей творится. Ты и тревожишь, и ласкаешь, паря крылами синей птицы. И мы взлетим под небосводы, в сиянье звёзд утонем смело. Благословением природы струна хамуса мир воспела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok